ПОМАЗАНИЕ СОЛОМОНА НА ЦАРСТВО И отвечал царь Тавид и сказал, позовите ко мне Версавию. И вошла она и стала пред царем. И клялся царь и сказал, жив Господь, избавлявший душу мою от всякой беды. Как я клялся тебе Господом, Богом Израилем, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня. Так я и сделаю это сегодня. И наклонилась Версавия лицом до земли и поклонилась царю и сказала, доживет господин мой царь Давид вовеки. И сказал царь Давид, позови ко мне священника Садока и пророка Нафана Иванею, сына Иудаева. И вошли они к царю. И сказал он, царь, возьмите с собой услугу господина вашего и посадите Соломона, сына моего, на мула моего. И сведите его Геону. И да помажет его там садок священники Нафан пророк царя над Израилем. И затрубите трубою и возгласите, доживет царь Соломон. Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем. Он будет царствовать вместо меня. Ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды. И отвечал Иванея, сын Иудаев, царю, и сказал, аминь, да скажет так Господь Бог, господина моего царя. Как был Господь Бог с господином моим царем, тогда будет он с Соломоном и да возвеличит престол его, более престола господина моего, царя Давида. И пошли в садок священники Нафан пророк Иванея, сын Иодая, и херифеи, и херифеи, и посадили Соломона на мула, царя Давида, и повели его к Геону. И взял в садок священник Рокселеем из Кинии и помазал Соломона. И затрубили трубою, и весь народ восклицал, доживет царь Соломон. И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свирелях, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. Текст по книге Библия в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...